Нам потребуется секретарин на круглосуточную работу, а также факсы модем. И вода для меня. И вода для мистера Бара. Свяжитесь в Югославии, если понадобится. Да, наверняка вознесет что-нибудь еще, мы вам сообщим. Смотри, она французская. Для бритья она, может быть, и годится, но что я при этом буду пить? Мартини? О, как ты мне помогаешь, Энфил? Пожалуйста, не умирай никогда. Я собралась сделать это в четверг, но придется отменить. Мисс Динаполи, рада вас видеть. Мистер Бар. А, Лиза, впервые здесь появился человек, который вызывает у меня положительные эмоции. Давно не виделись, Роберт. Да. Давно. Что случилось? Просто подумал, что ценю проделанную тобой работу даже выше, чем твою бесподобную внешность. Благодаря тебе я смогу заполучить Кэпплэнтерпрайзис. Это в два раза больше оговоренные нами суммы. Ты добилась больше, чем я ожидал. С тех пор, как ты стала работать у Кэпплэв, Лиза, твои усилия принесли немалые плоды. Понятно, что ты доволен, но мне уже хотелось бы оставить это дело. Почему? Мне казалось, ты прекрасно ладишь со своими начальниками-молодоженами. Это так. Значит, ты сможешь еще немного там поработать. Роберт, зачем? Чтобы порыться еще в каких-нибудь документах? Чтобы выяснить, какую еще недвижимостью владеет Мэйсом. Думаю, там есть еще кое-что. Где чего ты от меня хочешь? Чтобы я забралась к нему в дом и порылась в ящики комод? Это деловой вопрос. И насколько я понимаю, поле деятельности ограничивается его офисом. Неужели ты думал, что мужчина раскроет тебе все свои тайны в деловой обстановке? Для того, чтобы подобраться к мистеру Кэпплу и его знаменитой компании, потребуется более тонкий подход. Если ты понимаешь, что я имею в виду. Надеюсь, ты имеешь в виду не то, о чем я подумала. Ну, старая поговорка насчет того, что жена, ты еще вовсе не покойник, тебе известно. Я ничуть не удивлюсь, если у него имеются тайные помыслы, которые возникли бы у любого мужчины. Как это мило. Ты решил польстить мне, чтобы заставить меня стать проституткой. Ты думаешь, я настолько глупа? Лиза, у тебя есть кое-какие глупые представления. Все, что потребуется сделать, чтобы подобраться к Мэйсону Кэппулу, совершенно несравнимо с тем, что связывает нас с тобой. Не важно, что происходит с телом. Главное, чтобы в этом не участвовала душа. А твоя душа безраздельно принадлежит мне. Да? Все что, что красиво говорит Лиза. Лиза, ты незаменима. Ты многое уже сделала, не подводи меня теперь. Пойми, Мэйсон не такая уж важная фигура. Компания Кэппулу Интерпризис принадлежит всем. Мне это известно. На с тех пор, как его отец отошел от дел, Мэйсон стал наиболее значительной фигурой. Похоже, он неплохо смыслит в бизнесе. Отчасти, но Лидон тоже на многое способен. Да, это я знаю. А ее сестра Келли? Едва справляется. Собственно, все члены этой семьи склонны повиноваться велению сердца. Они разумы даже сам Си-Си. И как раз это позволит мне добиться того, к чему я стремлюсь. Надеюсь, это мой ланч? На самом деле, это проектор, но если ты очень голоден, можешь полить его приправой для салата. Я голоден, как волк. Никакой химии. Не понимаю, как ты можешь питаться исключительно полезной пищей? Тебе никто не говорил, что холестерин чрезвычайно вкусен? Брос уже прибыл из Дубровника. Отлично. Приступим к делу. Вот так выглядит нынче Ченнинг Крайтон Кэпсел. О, старикан неплохо сохранился. Примерно таким я его и помню. Он отошел от дел, но его железная воля еще дает о себе знать на семейном фронте. 13 мая этого года перенес инфаркт миокарда. Видимо, переел салатов. Но довольно быстро поправился. А, его сын Теодор. Тед восхищается отцом. Обожает гамбургеры с майонезом и ничего Шенки не смыслит в бизнесе. Совершил ряд попыток обзавестись собственным делом, но неизменно терпел крах. Жеребцы для пола, виноделия, ночные клубы. Ничто не может заинтересовать его надолго. Он предпочитает целыми днями валяться на пляже. Я таких люблю. Я знаю, кто это. Иден. Потрясающая женщина. И целеустремленная. Не знаю, чем она питается. С малых лет она мечтала занять высокий пост в отцовской корпорации. Несмотря на сопротивление ее старшего брата, Мейтсона, полагавшего, что это его прерогатива, она все же завладела контрольным пакетом акций после жестокой и упорной борьбы. Ну, кое-какие из обязанностей она все же переложила на плечи сестры. Келли? Да, все дело в том, что Иден наконец-то вернула себе ребенка. Ради этого ей пришлось многое выстрадать. Все это отвечалось в плеси, у меня есть вырезки из газет. Да, да, интересно. Она еще не вполне пришла в себя, но лишь после этого она сможет безраздельно посвятить себя делам компании. Как знать, через какое время это произойдет. Ладно, что у нас с Келли? Тоже красавица. Чем она еще отличается? Она сравнительно недавно проявила интерес к компании. До этого она жила почти так же, как ее брат Тет. Обувала свои силы в области фотографий, рекламы, прочего. Лишь недавно, поработав какое-то время у матери в Армонте Индустри, она обнаружила интерес к управлению корпорацией. Одним словом, способности у нее есть, но нет опыта. Вдобавок, она то собирается за кого-то замуж, то сбегает от жениха из-под венцов. Я же тебе говорил, Кэпвелами движут эмоции, кроме вот... Да, вот этого. Ну, и у него должны быть слабости. Он закончил Гарвард, стал блестящим юристом. Может, у него проблемы по части напитков? Бинго, Мэйсон-алкоголик. Какой подарок судьбы, а? Ну что ж, демонстрация оказалась весьма наглядной, Рэнфилд. По крайней мере, благодаря этому удалось определить подходящую мишень. По-моему, нам удалось отыскать слабое место у каждого из членов семейства. Но мне хотелось бы найти еще и союзника, который ненавидел бы Кэпвелу и жаждал бы полюбоваться крушением их империи. Ну что ж, таких найдется нескольких тысяч. Я полагаю, все могущественные люди окружены злопыхателями. Тогда составь список. Мы решим, кто нам пригодится. Должны же быть люди, которым хватит ума, чтобы выполнить наши распоряжения, но не хватит для того, чтобы забрать власть в свои руки. Я позвоню в ближайшую лабораторию, спрошу, нет ли у них подопытных мышей. Ну что ж, этот небольшой эксперимент войдет в историю, Рэнфилд. Упадок и гибель империи Кэпвелу. Продолжение следует...